здравствуйте сегодня поговорим о спаррингах среди детей и дерутся ли маленькие дети на первых тренировках по карате сразу хочу отметить что некоторые родители приводят детей и хотят их сразу научиться драться некоторые даже хотят чтобы они сразу выступали на соревнованиях ездили там на все чемпионаты мира и все сразу выиграли некоторые родители отправляют детей на какие-то виды спорта где бьют голову руками сразу я скажу сразу что я против этого и наша школа эта школа карате и в ней специально разработана система чтобы ребенка научить драться не просто как взять ребенка бросить воду и научиться плавать не научиться а мы стараемся все-таки научить не просто бросать его ну что когда бросаешь ребенка драться он зажимается и как как будто он плывет в воде он делать все чтобы выжить и особо не получается ничего это техника остается и это очень плохо потому что техника очень корявы в нашей школе у нас разработана такая система что у нас есть класс это реально школа карате у нас есть так называемые классы когда ребенок или ученик приходит на тренировки он попадает в первый класс там они учат там букву а слова предложения там дальше дальше кто он переходит во второй в третий четвертый пятый и так далее если сразу прийти в пятый то ты понятно что он не научишься делать азы вот как у нас это все построено изначально приходит ученик и мы сначала пытаемся ему привить какие-то физические навыки то есть там отжимания подтягивания выпрыгивания прыжки растяжку гимнастику акробатику когда он это освоил более-менее какая-то сила появилась мы переходим к базовой техники первый уровень каратист это у нас базовая техника дальше когда он этот уровень освоен мы делаем боевая техника боевая техника на месте то есть человек стоит отрабатывает удары отрабатывает защиты блоки на месте потом это делается перемещение четвертый уровень потом это делается на лапах учится бить учится бить правильно бить как это делается не просто махать а чтобы бить защитой, потом они отрабатывают это в парах, отрабатывают только сначала, не бьют, отрабатывают защиту, отрабатывают удары, как показывать, и только потом, по желанию, если ребенок или взрослый хочет, мы их выпускаем, и они могут там пробовать спарринги на тренировках, потом, если дальше хотят, на соревнованиях. Это где-то происходит ко второму, третьему году обучения, и примерно у детей где-то синий пояс и желтая полоска, где-то так. Параллельно они проходят, конечно, физическую подготовку, и параллельно делают еще другие направления, то есть они делают ката, и если ребенок не хочет, или взрослый не хочет, может выступать параллельно и по ката, и по кумите, или выбрать себе кумите, то есть спарринги, или ката. Также у нас существует множество различных других соревнований по ОФП, бои на мячах, там разные любые соревнования, когда ребенок там страшно, боится, мы никого не заставляем, все по желанию. Но еще раз хочу напомнить, что самое главное это научить, и на первых тренировках понятно, грамотно, умно, это не ставить ни в какие спарринги, и первый-второй год ничего нет, пока эти азы не освоят. Поэтому, если хотите научиться драться, начинайте все снизу, с самого начала, и в нашей школе мы именно научим драться, не просто бросим ребенка драться, а научим драться. Поэтому приходите, мы научим вас драться. И в дополнение я бы хотел сказать, что главная наша задача, это воспитание личности, не научиться драться, не заработать кучу кубков, чтобы человек и ребенок умел преодолевать трудности, умел с ними справляться, если тяжело, он мог это преодолевать. Поэтому приходите, мы в этом поможем. Продолжение следует...